Далеко не всегда наши плодовые деревья переживают зиму и раннюю весну без повреждений. Морозобоины, ожоги, выпривания, подгрызания – это еще не полный список того, что может привести даже к полной гибели дерева. Давайте разбираться, как этого не допустить и исправить ситуацию. Погода коварна и мы не сможем зачастую предугадать всех ее капризов. Но мы можем постараться к ним подготовиться или исправить уже последствия. В конце зимы и начале весны на стволах деревьев могут появляться морозобоины. Основные причины появления морозобоин на стволах – это низкие отрицательные температуры ночью и яркое солнце днем. Зимой ночные температуры могут опускаться ниже 30 градусов, а лучи яркого солнца, попадая в морозобойную зону, нагревают ствол и по коре могут появляться трещины. Страшнее всего морозобоины для одно- и двулетних растений. Кора еще достаточно тонкая у таких растений, и поэтому морозобоины образуются достаточно быстро и могут нанести урон молодым деревцам. Взрослые деревья переносят появление морозобоин легче. Кора у них уже более вызревшая. Но все же трещины – это уютное пристанище для спор грибов и разного рода патогенных микроорганизмов. Легче всего вылечить молодую морозобоину. Отслоившуюся кору следует замазать садовым варом, плотно прижать к стволу и замотать пленкой. Так есть надежда, что рана затянется с минимальным ущербом для дерева. Но не всегда удается обнаружить свежие повреждения. И в таком случае у вас на стволе дерева образуется продолговатое дупло вдоль ствола. И такое растение, скорее всего, даже будучи уже в достаточно зрелом возрасте, может погибнуть. Для лечения морозобоин проведите ряд последовательных действий. Первое – это очистка коры. Второе – это опрыскивание фунгицидом. Это может быть 1% раствор бордосской жидкости или 3% раствор медного купороса. Следующий этап – это замазывание садовым варом. И, наконец, заключительный – это обматывание поврежденного места мешковиной или пленкой. Солнечные ожоги. Еще одно повреждение, которое появляется при активном солнце – это солнечные ожоги. Возникают они на границе снежного покрова в результате перепадов суточных температур. Именно поэтому важно еще осенью провести побелку скелетных ветвей ваших деревьев и непосредственно стволов. От ожогов сильно страдают некоторые сорта яблонь и особенно часто молодые груши. Что же делать при обнаружении? Места ожогов следует зачистить, обработать 1% раствором купороса, подсушить и замазать садовым варом. А вот подмерзание – это осенне-зимняя проблема. Происходит как из-за аномально низких температур, так и из-за неправильно подобранного сорта для вашего региона или, в принципе, растения. Но чаще всего растения подмерзают, когда сильные морозы уже ударили, а снег еще не выпал, снежного покрова. Нет, это зачастую основная причина подмерзания растений. Как проявляется? Проявляется фаза распускания почек. Почки либо распускаются позже, чем всегда на месяц, либо не распускаются вовсе. Подмерзают почки или проводящие пучки, а также ветви растений. В этом случае почки или ветви имеют на срезе темно-коричневый цвет, практически зачастую даже до черного. И особенно опасно повреждение камбия. После этого ветви и стволы деревьев уже не смогут восстановиться и растение погибает. Такие растения следует обрезать. Следует обрезать, когда уже хорошо видна зона поражения. После обрезки растения поливают и обязательно подкармливают слабым раствором комплексного удобрения. Выпривание. Выпривание возникает осенью, в случае, когда снег ложится на талую почву. В Сибири зачастую выпривают косточковые культуры. Сливы уральской или чимальской селекции, реже степная вишня, абрикосы. Выпривание проявляется почернением и отмиранием тканей внизу штамба, в том числе зеленого камбия. У растений в разной степени завязываются листья. Иногда оно даже цветет и происходит зависть плодов, но затем увядает и гибнет. Такие растения не восстанавливаются, но ниже зоны повреждения у них могут отрасти новые побеги. Ну и, конечно, повреждения от грызунов. Здесь тоже нужно оценить степень повреждения и порядок действия, такой же, как при защите от морозобоин. Вот, пожалуй, пять основных повреждений деревьев в зимний период. Переходите и обязательно посмотрите наше видео о весенних работах в саду и о весенней обработке деревьев. На этом все. До новых встреч на канале Антонов Сад. Подпишитесь, поставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. До новых встреч на канале Антонов Сад. Антонов Сад. Редактор субтитров А.Семкин